Каждый из этих ребят – лидер в своей школе. Кто-то уже несколько лет, а кого-то выбрали совсем недавно. Очередное школьное голосование прошло 17 октября. Такие слёты проводятся в дни осенних каникул уже третий год подряд и неизменно вызывают интерес у школьных лидеров. Ребята знакомятся друг с другом и делятся своими идеями по улучшению жизни школьников. Я же в своём лицее хочу вести патриотическое воспитание, чтобы был такой урок, чтобы каждый ребёнок, начиная уже с первого класса, всё-таки знал, что такое отчизна, родина, понимал, за что воевали наши родители, не родители, точнее, а прадедушки, прабабушки. Не должно это всё быть забыто. И, конечно же, мы сами, ученики 10-11 классов, должны подавать пример. Я хотел бы привнести некоторую аристократичность в школу. По большей части больше порядка, больше соблюдения правил и норм. То, чего в большинстве школ не хватает. В своей гимназии я хотел бы утвердить более точную идиллию и стремление к саморазвитию. Второй год являюсь лидером своей гимназии и опыта много, вот хочу поделиться. Мы организуем очень много акций, всяких мероприятий, мы ездим в детские дома, питомники, то есть как-то помогаем городу. Ученический слёт прошёл в стиле кинематографа. Для ребят провели тренинги по психологии, тайм-менеджменту и актёрской импровизации. Тренеры помогли школьникам раскрепоститься, научиться планировать своё время и строить отношения в команде. Кроме того, среди участников жюри выбирает 15 самых активных в городской ученический совет. Непосредственно из этих 15 будет проходить отбор того лидера городского ученического самоправления, который существует. Для этого у нас существует, конечно же, это будет и самопрезентация, и, в общем-то, это было домашнее задание. И все лидеры, которые пришли сюда, они уже готовы рассказать о себе и о том, что они хотят привнести в жизнь школы и, может быть, даже в жизнь города. Вновь избранному председателю городского ученического совета Сочи предстоит возглавлять организацию в течение года.